Здравствуйте, дорогие друзья. Светлана, большое спасибо за представление. Это действительно наше уже не первое событие. Сейчас я вспомню, что первая Монат Штаба, которая вышла в 2014 году, мы делали целую серию дискуссий, целую серию событий, еще в старом здании американского университета, тоже вместе с институтом изучения. И тогда получилась первая вышла книжка, а потом была серия выступлений и докладов по ее итогам. Сейчас ситуация наоборот. Эта книга, которую мы сегодня представляем, это вторая Монат Штаба. Эти альмонахи мы стараемся издавать примерно раз в два года, и они подходят к итог нашей двухлетней работе. Но вот в этой конкретной книжке предшествовала серия конференций. Их было три, которые проходили в штабе в 2015-2016 году. Этот проект и три конференции, из которых он состоял, назывались «Понятие о Советском Центральной Азии». Собственно, так же так и называется книга. И по итогам этих трех конференций она и была составлена. Дело в том, что штаб – это культурный центр, но имеющийся вполне очевидную, политическую, скажем так, повеску. Которую можно назвать «Е». Очень многое из того, что нам хотелось сделать, уже так или иначе, попытки этого были сделаны в Советском Союзе. Или наоборот, с какими-то практиками, с какой-то инерцией Советская нам постоянно приходилось иметь дело. И стало понятно, что нужно для себя, для того, чтобы двигаться дальше, каким-то образом разобраться, что из себя представляла Советская Центральная Азия, что это было. И мы попытались сформулировать, проанализировав вот эти вот наши столкновения с Советским, что есть на самом деле три вопроса. Не скажу, что они обязательно важны для всех исследователей Советского, но для нас они оказывались самыми важными. Три вопроса, к которым у нас не было явленности. Первый – это колониальный вопрос. Можно ли, в принципе, насколько это легитимно, говорить о Советском в терминах колониального? Это был очень важный вопрос, и мы посвятили ему первую симпозицию. И во всем, наверное, это главный вопрос этой книги. Второй, не менее важный – это феминистский вопрос с легендами. Был ли Советский проект в целом освободительным для женщин и вообще для социальных отношений? Опять-таки, по этому поводу нет однозначного ответа. Кто-то скажет, что был, связь свои цвета и интеграция женщин в производство, кто-то скажет, что практически Советский режим не уничтожил дореволюционный феминизм и так далее. То есть это вопрос очень был открыт. Ну и последний, который мы назвали для себя коммунистическим, коммунистический вопрос, но по большому счету, насколько советское наследие может быть и вообще может быть востребовано для актуальной левой политики сегодня. И опять-таки, это абсолютно не тривиальный вопрос, абсолютно открытый, потому что по этому поводу ведется много споров. Кто-то скажет, что для современных легендов совершенно нет никакой необходимости определить в Советский, но наоборот, нужно от Советского отказаться. Кто-то, наоборот, будет поставить на необходимости эту связь продолжать. И мы попытались на эти три вопроса для себя ответить, пригласив большое количество исследователей, ученых, но и комилицистов, активистов, и также художников, чтобы вместе это обсудить. Но также, кроме этих вопросов, которыми не только мы, конечно же, задаемся, есть еще, может быть, два важных аспекта. Дело в том, что большая дискуссия, критическая я имею в виду, дискуссия о Советском, академическая она ведется, но она практически не представлена на русском языке. Это дискуссия с прекрасными научными работами, в основном написанными, опубликованными на английском языке. На русском языке, во-первых, меньше дискуссий, во-вторых, так же дискуссия, в которых мы имеем в виду, часто ее сложно назвать теоретическим или теоретическим. Либо мы имеем дело с каким-то очень ностальгическим текстом, а иногда откровенно и белским, либо мы имеем с текстом, скажем так, не теоретическим, отрицающим вообще какую-то ценность свою. Так что для нас было важно провести эту дискуссию на русском языке. И еще один важный пункт – провести ее в Центральной Азии. И провести ее в основном с учеными, с исследователями, с художниками из Центральной Азии. То есть это рефлексия по поводу советского, в основном произведенной людьми, которые живут в Центральной Азии. Здесь, простите меня, есть еще интересный момент. Вот в одном из наших текстов есть «О сексе говорить…» Как там у вас было? Бестрастно. Да, «О сексе говорить безстрастно невозможно». Это как бы о том, что касается твоей жизни, о том, что так или иначе связано со своими опытом проживания. Это тоже безстрастно говорить невозможно. Это тоже один из аспектов этой книги. Но, безусловно, при всем при этом она действительно является частью более широких дебатов о советском. Она подключена к международной, профессиональной, научной и публицистической дискуссии. Еще также в названии сегодняшней дискуссии мы вынесли революцию, октябрьскую революцию. На самом деле, этот проект задумывался нами давно и ни под какие юбилеи не подверстывался. То есть мы абсолютно не планировали, что книжка выйдет. Мы думали, что она выйдет чуть раньше, не думали, что она выйдет в 2017 году. Мы не думали, что мы будем связываться с революцией. Но вот так получилось, что сегодня, 24 февраля, в эти дни, правда по самому стилю, началась февральская революция 2017 года, положившая начало всем последующим событиям. И нам кажется, что все-таки в 2017 году важно говорить о революции. И на самом деле это очень интересно, что очень часто разговоры о советском встречают разговоры о революции. И мы тут как бы имеем всегда два признака этого подобного разговора. Правые силы, неоиндерские, педагогические, каким образом присвоить себе советский проект, предпочитают о революции уберить, потому что это такой момент рождения травмы. Травматически. Да. И мы даже знаем о заявлениях о том, не будем тут их рискать. Либо, наоборот, сводить весь разговор о советском только к Красному Деру, к революции, к аспекту насилия, к ГУЛАМу. Для нас, на самом деле, важно говорить о революции, потому что, да, именно в 2018 году, да, именно в результате вооруженного свержения власти началось то, чему посвящен наш проект. Началась советская история, значит, и появился Советский Союз. И, на самом деле, вот эти три вопроса, которые я озвучил, колониальный, гендерный или освободительный и коммунистический, вопросы левой политики, это, в общем-то, также три вопроса о революции. Причем три вопроса, которые уже начали вздаваться в, собственно, в самый первый постреволюционный период. Один из текстов в этой книжке предлагает такое понятие, как колониальная революция, которое было использовано уже самими большевиками для описания революции в Туркестане. Считалось, что революция была колониальной, в том смысле, что ее участниками были, в основном, русские поселенцы, железнодорожные и небольшое количество фактических работников. В то время как, собственно, в событии 1917 года, людей, исконно проживающих на этих территориях, вроде бы как не коснулось. И это был такой важный вопрос, опять-таки, для большевиков, как это отчуждение преодолеть. И вот, наверное, с этого вопроса я бы хотел начать наше обсуждение. Но, прежде, мы попросили сделать такой жест гостеприимства и передать две книги в библиотеку американского университета, чтобы стоить в библиотеке другой. Вот так, как минимум, можно будет начинать в библиотеке университета. Вот, и я хотел бы просмотреть эту нашу дискуссию, как такой обмен мнениями, связанный с текстами, которые были написаны нашими замечательными, в данном случае, авторками из Кыргызстана, вот с этими тремя вопросами, которые были озвучены. И вот хотелось бы начать с вопроса колониального вопроса. Вот, может быть, я опису его в начале аналия. Только в силу того, что она была должного, историк, активистка генерального движения Кыргызстана, консультант по развитию, много лет работающая в области развития Кыргызстана и в области продвижения равнопаралле. Она привела участие в этом проекте с замечательным исследованием. Архивная – это публикация переписки активисток уже наделав Кыргызстана 25-го года. И вот это все как бы пример живой дискуссии, когда еще не все было как бы разрешено, разрешено. И вот в этой связи, да, хотелось бы представить этот вопрос. Насколько вы читаете, может быть, это переведите, узнакомитесь с ней, готовя ее к публикации, можно говорить, можно использовать эту тему революционной революции? То есть я в данной работе пытаюсь, наверное, вести в оборот критических дискуссий о советском такой архивный источник и документ, как «Товарищеское письмо». И этот документ можно рассматривать, с одной стороны, как инструмент деловой переписки, потому что, в общем-то, работников женского отдела, которые были структурным элементом, или в конечном структуре аппарата коммунистической партии большевиков на тот момент, то есть работников женского отдела, вообще-то, настоятельно рекомендовали использовать этот инструмент для получения обратной связи, то есть между центром и местными работниками и активистами, которые были сотрудниками этих жен отделов. А с другой стороны, обращает внимание на себя тот факт, что эти письма написаны таким живым языком, с юмором и страдизмом, и эти истории с повседневной жизнью производственного, частного характера этих активистов показывают, что эти письма нельзя рассматривать только как деловой переписку, она действительно носит характер товарищеского письма, где авторы рассматривают друг друга как некоторое этапное общество, которые из чувства солидарности, в том числе, ведут собой переписку, в том числе для того, чтобы улучшить их работу. Это вот о самом, как бы, характере документа, который я пытаюсь интерпретировать, и в работе представлено 16 авторов или авторов и 22 документа, и я надеюсь, вы получите большое, как и человеческое удовлетворение, и, может быть, исследовательское удовлетворение, когда вы прочитаете эти письма. Ну, что касается колониального вопроса, тут, наверное, говоря о самой работе и об этих письмах, наверное, на нескольких уровнях о колониальном можно говорить здесь. То есть колониальные мотивы присутствовали, и я даже могу сказать, что в процессе движения к этому исследованию я тоже решила какими-то, может быть, такими колониальными ориентаристскими путями. Я должна сказать, что моя история начиналась с повести любого известного пропитарского писателя, как Андрей Платонов из его повести «Джан», которая была выпущена в 1934-1935 годах, написана им. Он был здесь в регионе в связи с десятилетиями Автябрьской революции. Союз писателей дал такое задание написать о том, как революция, какой след оставила здесь в регионе. И что интересно здесь с точки зрения колониального, вот на самом деле, будучи пролетарским таким революционным, очень революционным писателем, да, мы в его повести видим две такими, ну, я думаю, противоречивые интенции, так скажем, да. Я, наверное, про сюжет я не могу рассказать, но есть там такой элемент, что из Москвы главный герой возвращается к себе на родину, речь идет о более-менее Турменистане, вот, хотя однозначно об этом не говорится, о откровности, и который пытается, вот, принести новую жизнь в ту сего, где он, ну, на ту территорию, где он родился. И там есть, конечно же, женские героини. Вот, в частности, там есть такой женско-детский образ, девочка один, десяти, там, треннадцати лет, которая, как бы, по сюжету, она сначала раскрепощается, а потом становится активисткой. И поэтому для меня, как для женской активистки, здесь было очень интересно, как интерпретируется вот этот образ. И вот, что здесь мы, интересно, видим. С одной стороны, Платонов, вроде бы, говорит о том, что местные женщины обладали высоким классовым сознанием, да. И это вот, в сюжете очень интересно, в одном из эпизодов, он очень интересно о том говорит, там есть герой такой, Мухаммед, работник райисполкома. Он решает уйти навсегда в Афганистан и унести с собой вот эту девочку Айдын, чтобы продать ее там и оправдать хоть немного свои убытки от работы в Советском Союзе. И вот главный герой Чагатаев кричит, вы куда? Айдын заплакала на руках Мухаммеда и говорит ему, возьми меня назад, Чагатаев. Я не хочу в Афганистан, там буржуи живут. То есть, и тут у Чагатаева, значит, такой всплеск. Откуда она знает о буржуях, да? То есть, это высокое классовое сознание. А он в этот момент почти уже погибал, и он говорит, Чагатаев больше уже не упал. Торжественная мысль жизни вернулась к нему, и он поднял его вверх. А с другой стороны, мы видим здесь такие в конце повести, причем у него были две концовки. Одно из концовок явный колониальный мотив. Чагатаев привозит Айдын в Москву. И мы читаем. Утром на другой день Чагатаев вышел с Айдын в магазин, купил ей европейские кофты, юбки и два пальто для себя и для нее. Айдын сразу изменилась в новой одежде. Чагатаев увидел, что она красавица. Ну, то есть, вот такой противоречивый образ, конечно же, не оставляет, как мне кажется, читателя в покое. Учитывая, что сам Платонов писал таким уникальным языком. Вот. Но, в целом, Платонов, у него репутация большого женоненавистника и мизогиниста, потому что для него пол, это была... Пол есть эмпириализм, как говорил пол, который сидит в нижнем месте человека и душа буржазии. И, как бы, в этих метафорах женщинам очень опасное существо. Ну, поскольку я, в общем-то, не специалист вам по творчеству Платонова и не лидераторомед, и вот, в целом, у меня вопрос был простой. А что на самом деле говорили и могли говорить активистки, те реальные активистки, да? И таким образом блоги помесли меня в архив нашей политической документации, посмотреть, что есть. И обнаружился вот этот такой интересный документ, как товарищеское письмо. И в нем тоже есть, на самом деле, колониальность возникает в разных аспектах, да? С одной стороны, там вы в письмах прочитаете, что есть опасения активистов быть обвиненными в колониализме. То есть, таким образом они проявляют свое понимание, да, о том, что их работа может иметь этот колониальный характер. Но сам факт, что эта товарищеская переписка вообще была возможна в недрах государственной структуры, и она, в общем-то, пошлялась, эта критика, говорит о том, что мы и не можем однозначно утверждать, что была вот эта эмансипация, советская эмансипация, без субъектов. Иногда, ну, кажется, читая эти письма, кажется, что даже сейчас у нас гораздо меньше возможностей, или вернее, как это сказать, ну, возможности навсегда есть. Просто попыток, да, пространство, вот это фактическое пространство, где мы можем предъявить как раз эту радикальную критику от того, что происходит с женским вопросом сегодня, кажется даже, что даже мы менее активны, что ли, или менее заметны, чем эти активисты-женотделы в 20-х годах. То есть, мы, конечно, должны понимать, что это все-таки самое начало установления, да, автономии в Кыргызстане. Настолько вот этот опыт, во-первых, коммунистического, потому что эти жена-делы были и партийные, на самом деле, да, эти жена-делы были частью партийной структуры, да, это же женские отделы коммунистической партии. Насколько этот активизм можно считать частью феминистской истории в Центральной Азии? Потому что у нас есть такое представление, что вот до, скажем, конца Советского Союза феминизма как политического и физического движения в Советском Союзе и в Центральной Азии не было. Да, было бы женское движение, может быть, был советский институт. Насколько, в принципе, мы можем говорить об этом активизме как части феминистской истории? И должны ли мы так о нем говорить? Безусловно, я думаю, что должны, но это зависит от самого вопроса, на чего мы, да, хотим это строить, да, и думать об этом как от части феминистского движения. Но в этой связи вот совсем недавний случай с нашего активизма. Значит, одной международной организацией выпускается такое пособие по правам человека, да, и там, значит, есть большой-большой блок, связанный с историей прав человека в нашем регионе. И там есть часть, связанная с доисламской эпохой, там есть Эммануил Кант, и там даже есть часть, связанная с 11 сентября 2001 года в Америке, но нет ни одного слова происходят в поле истории эмансипации женщин. И когда мы спросили у автора, а как там случилось? Они говорят, а мы ничего не знаем про эту историю. Разве она была? Вот, то есть это действительно к нам вопрос. Ведь эти книги распространяются, они учатся в школе, они очень рекомендованы для изучения в школах, так что, наверное, вот это вопрос к нам, к женским активистам сегодня, каким образом мы и под каким углом зрения, и для чего мы будем эту историю актуализировать, да, и каким образом ее применять для того, чтобы в будущем, да, выстраивать такие проекты эмансипации. То, чтобы далеко не выходить от темы феминизма, я бы попрошу Оксану ответить на этот вопрос. Насколько, как бы, вот, потенциал и этот дискусс дефабилизации, да, то есть эмансипация, отсутки в советской фантастики, да, писавшейся, правда, зачастую мужчинами, да, Насколько он вообще актуален для сегодняшнего феминизмского движения, для феминизмской тайны и вообще для какого-то феминизмского воображения? Да, я думаю, очень актуально и нужна. Хотя, опять же, кажется, что, на первый взгляд, это неочевидно, причем здесь как литература тем более фантастическая, да, которая фантастична как по определению. На самом деле, я думаю, что очень нужна, я как раз таки завершаю свою статью, говоря о односущности как литературы, как вообще работа воображения для современной политики и феминизмского движения, в частности, поскольку литература обладает собственной сугестией, сугестией именно фантазма, который, например, реальные исторические кейсы не обладают, даже, наоборот, реальных событиях часто говорят в модальности урока истории. То есть так как не нужно, наоборот, поступать, так как к литературе часто дается огромный кредит доверия в силу ее, например, с воображением, фантазматичности, созданию целостных миров. То есть литература субъективна и в силу своей целостности, и одновременно в силу своей фактурности, детальности, осязаемости. Я как раз на эту тему писала статью как-то про феномен Шарикова и собачьего сердца Булгакова, потому что этот образ часто используется в разных полемиках для обесценивания верных. Действительно очень часто происходит, что я сама в таких полемиках не раз участвовала. И вот нам говорят, вы как Шариков, вы хотите все отнять и поделить. Это как бы такой аргумент, противник должен быть повержен, аргументатор победил. Но если подумать, с точки зрения логики, это вообще не аргумент, потому что это слова придуманного персонажа, которого придумал один человек Булгаков, человек непонятных взглядов, который вообще давно умер и ничего не знает про современную политику. То есть можно с таким успехом вроде на чапурашку ссылаться, на царевую лягушку, на волоса у вас в голове, но тем не менее мы не можем действительно, то есть это аргумент на самом деле, мы не можем устранить Шарикова, потому что это художественный образ, у которого, как говорится, есть своя правда. И это вот такая убедительность, ну фантазма, наверное, можно сказать. И в статье я тоже такой пример привожу, именно связанный с фантастикой. Современные, то есть уже постсоветские литератур-аведы часто критикуют фантастику именно за образы дефимилизации. Причем они очень красно критикуют, эти образы их ранят, задевают, что фантасты хотели разрушить семью, это же очень плохо, это же традиционные ценности, семью нужно защищать, хотя они говорят о книгах, которые написаны в 60-е годы. Но эти книги до сих пор читают и до сих пор издают, они очень популярны, и эти образы работают до сих пор как образы эмансипации. Они до сих пор тревожат правых консерваторов, заставляют их испать по ночам, писать статьи сейчас уже, в тысячные годы, испорить с этими, казалось бы, такими вымышленными героями. И именно поэтому литература и искусство нам нужны, как наши союзники. И, кстати, можно такой штаб опиар немножко? Именно поэтому следующая наша книга, которую мы собираемся издать уже в конце 2017 года, это будет сборник литературы, это будет сборник фантастики, и это будет сборник, который будет называться «Сборник игр фантастики совсем другие». Кстати, в названии у нас полемика, отсылка к советской фантастике. И вот сейчас, в данный момент, уже большой актерский коллектив пишет рассказы, а в конце года мы хотим издать книжку, чтобы еще вооружиться с помощью искусства. Так, спасибо. И, как бы, немножко уже двигаясь к концу нашей дискуссии, чтобы перейти к второй части вопросам и критике, у меня один общий вопрос к книге и Махере, который я хочу, что это графики и ответы. Дело в том, что, мне кажется, не проходит для одной недели, чтобы в каком-нибудь информационном сайте Вишкек с Виктормистом не появились стенания о прекрасном Фрунзе. Вот только буквально вчера, опять, на занозе появилось, вот так хорошо было во Фрунзе, и вот, сомнения из Вишкека. Фрунзе был зеленый, Вишкек грязный и так далее. И вообще, как бы, безусловно, тема советского – это тема ностальгическая. И, безусловно, легко вам в эту, как бы, ностальгию впасть. И это был для нас главным, так сказать, главным вызовом в этом проекте – не впасть в ностальгию, не начать, как бы, не тратить критический взгляд, начать верить, как все было прекрасно. Ну, и о самом федомии, как бы, ностальгии по советскому, как форме критики, актуально журналистам достаточно немало. И поэтому, в связи с этим, такой вопрос. Поскольку ваши исследования связаны, в общем-то, с фрунзских десятков, с каким-то таким золотым временем Фрунза, даже когда Фрунз был одним из центров советской психолингвистики, и один из мировых, уж точно, так скажем, один из центров второго мира, да, то есть социалистического мира в смысле космических исследований, да. Вот как нам не впасть в ностальгии, но использовать этот опыт для какой-то прогрессивной, критической, как бы, левой политики, не можно ли его использовать, или все-таки оставить это в прошлом, как бы сказать, но вот было прекрасно, но кончилось. Да, спасибо. В своей статье я обсуждаю, на самом деле, такой вопрос тоже. То есть, как бы, с одной стороны, мы видим, есть этот прекрасный, уникальный институт, да, то есть, такое особое конструкторское бюро. И все высшие сотрудники, с которыми мне пришлось поговорить, и все свидетельства, которые я находила, были настолько восторжены, да, что мне тоже, как бы, пришлось попасть под это очарование, да, то есть, как бы, люди говорили, что, да, вот, в истории студентских, понедельник начинается в субботу, люди работали с таким энтузиазмом, им было скучно, выходные и в праздники, они даже в выходные дни выходили работать. Но время, да, как бы, во время симпозиума прозвучала такая критика, что, да, на самом деле, как бы, давайте проанализируем, кто работал в таких институциях, да. И статистика, причем это официальная, опять-таки, советская статистика, показывает, например, насколько Фрунзе был в городе, да, в городе, где непропорционально большого количества русскоязычного, я так называл, да, населения выходил в том, что, например, Крыса составляет около 70% от общего населения, но в городе их было менее 20%, да, и известно также такой факт, что во всем городе была только одна школа с принципами детского обучения, и, опять-таки, если мы посмотрим на проценты, как бы, уровня образования, технического, высшего, то, опять-таки, мы видим, что не было намеренной сегрегации, не было специализированной сегрегации, как, например, в США, она существовала на уровне законов, на уровне институтов, практик, но существуют структурные факторы, да, то есть системные препятствия, которые ограничивают возможные пути карьеры и так далее. И к вопросу, что мы можем из этого вынести для современной прогрессивной политики, я тут, когда готовилась, еще раз перечитала замечательный текст книга Сынчика и Райса Уильмса, который Шарф перевел, весь текст есть на сайте штаба, это из книги «Изобретает будущее. Вот капитализм и мир без работы». И у них есть такая фраза замечательная, которую я выписала, естественно, средой обитания левых всегда было будущее, и эта территория должна быть отвоевана, то есть они, как бы, сторонники, так называемого акселерационизма, и как они себя представляют будущее, да, как бы они представляют, что это межгалактические полеты, преодоление телесности, и они говорят, что нам, ну, рекам, нужно вспомнить будущее, потому что мы живем в, вот, в неолиберальном веке, где доминантно является эта мантра об отсутствии альтернативы, и это, как бы, очень сильно отличается от этапического воображения, которое практиковалось в 20 веке, да, и взрывы такого воображения будущего, где существуют космические полеты, вообще, как бы, ну, полное переозначение всех вот этих главных означающих, которые связаны с землей, с притяжением, да, с телескостью, с несправедливостью, а эти взрывы были, как бы, вот, естественно, в 20-е годы, непосредственно после революции, но это утропическое решение было подавлено во время австалинизма, но оно, как бы, возрождается в 50-е годы, да, и в конце советского периода, в том числе и благодаря экономическому развитию, да, вот, и, то есть, космос, он, как часть этого воображаемого будущего тоже должен быть возвращен, и поэтому, как бы, тот факт, что мы живем в городе, который когда-то был центром космических исследований, он очень уважен. Опять же, это как бы террория, не самая террория, потому что у меня в городе, который когда-то был центром космических исследований, ну, как бы, это повод для того, чтобы, ну, может быть, вернуть этот город в статус космического, да, Нина, и как бы... Ну, я в догонку Махири, поскольку у меня про Фрунзе, на самом деле, ну, мало что в тексте, я сошлюсь на второй текст, который есть в этой книге, и который связан с анализом так называемых советских страданий. И, ну, я как раз не о страданиях, а о том, почему советские страдания были специфические, потому что они были сравнимы с некоторыми периодами в советской истории, когда этих страданий не было, когда советские люди ощущали некоторую причастность какому-то большому телу. И я думаю, что в том числе и желание приходить на работу, как бы, когда ты связан с космосом, это очень важно. То есть ты не просто приходишь на работу, ты связан с космосом. И когда было провозглашено, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме, и, скажем, ну, вот если говорить там, допустим, о 60-х годах, когда каждый советский человек бы хотел наработать, не просто сажать там сахарную свеклу, да, на деляну, а он знал, что он работает на большое дело, он связан с этим делом. Или, как бы, если он занимается психонимистикой в кружке, то там, например, значительная часть работ вот статей, можно поразиться в 60-е годы, там люди обсуждали, на каком языке разговаривать с инопланетянами, если вдруг они появятся, должны быть какие-то универсальные знаки, и теория коммуникации серьезно очень этим занималась, и это было прекрасно, ну, в Афонзе в том числе. Там, кстати, много ссылок на Ереван, я так скажу, в Армении, другой еще альтернативный центр людей, которые занимались коммуникацией. Но дело не в этом, дело в том, что если мы говорим о будущем, о чем-то значительном, и начинаем, как бы, работать с этим предметом, то мы сразу получаем совершенно другой импульс для существования. И я думаю, что это большая сила левого движения, потому что традиционные ценности – это прекрасно, правые консервативные, как бы, такие прекрасности, там, ужин в кругу семьи, отдых, там, на Багамах, и две машины в гараже – это хорошо, но это не избавляет от тех страданий, которые человека мучают, когда он понимает, что он человек, он создан для чего-то еще. И в этом смысле у левых огромное преимущество, потому что межгалактические полеты, преодоление тяготения из любой точки планеты, из Солнца в том числе, из Бишкека – настоящая премия. Я считаю, что это наш шанс. Спасибо. Я не знаю, насколько нашей аудитории понятна представили наших авторов, но наша цель была писать такой тизер, чтобы вы захотели прочитать книжку и, может быть, согласиться с нами или согласиться, но так как мы не надеялись, что кто-то ее прочтет до этой презентации, мы попросили уважаемому коллегу и товарищу, доцента кафедры международной страны и политики АУЦА и политолога и советского политического теории Инглии Джуральева книжку пролистать и дать нам свое, так сказать, критическое и... да, свой критический фигбэк. Поэтому я сейчас передаю слово Эмиле, а просто я уже открою вопросы из-за. Спасибо, Георгий. Мы к дискуссантам, вроде, всегда плоховато, как часто уже почти банально говорить, потому что ты знаешь, что самым последним людям хочется либо уйти, либо уже спросить свои вопросы. и пролистать я пролистал, с удовольствием, и сразу же очень скоро я обнаружил, что это... называть эту книгу Альманахом, ну, мне кажется, не совсем серьезно, это на самом деле настоящая полноценная книга. и все главы в ней крайне интересные и написаны очень качественно, очень хорошо. Не просто так, как бы. Бывает, чаще всего, особенно в нашей стране, когда мы говорим об Альманахе, мы говорим о том, как... проceedings of a conference, да, но это не то. Это гораздо более серьезно работало в этом. Я поздравляю всех вас с этим успешным продуктом. Альманах, который так неправильно назвался, задается вопросом, что такое советское, что значит советское. И это, мне кажется, крайне важный, крайне важный вопрос, особенно в Центральной Азии, где мы мало задаем этот вопрос себе. И, возможно, особенно в этом отличается Кыргызстан. Мы не задаем этот вопрос себе, разве что вот в таких вот узких кругах. А надо бы. Надо бы особенно с точки зрения политической. Я, как не историк, не литературовед, не тем более человек искусства и творчества, а больше обозреватель политики, мне интересно, что для нас сегодня задача советская. И, взяв эту книгу, я, во-первых, сразу же, прочитав несколько статей, понял, что название, оно сейчас ушло, довольно важно. Называется книга «Понятия» по-советски, то есть в Центральной Азии. Не в единственном числе «понятие», а «понятия». На самом деле там получается, что советское невозможно объять неким однозначным, одним понятием, значением. И многогранность его, многозначимость этого советского, конечно, и является, возможно, объяснением того, почему мы не можем как бы нормально, в здоровом смысле обдумать этот вопрос, что такое советское. И, мне кажется, эта книга пришла как раз в пользу. Но, как уже Георгий сам в самом начале сказал, во всех трех разделах этой книги, если бы я искал ответ, является ли советское колониальным или нет, ответа я конкретного, однозначного не получил. Является ли советский эксперимент экспериментом гендерной эмансипации или же бессубъектной экспериментацией над человеческими жизнями, то я тоже не получил однозначного ответа. И, конечно же, коммунистические обещания тоже оказались достаточно неоднозначными. Как их воспринимать? И я озадачился как человека, интересующегося политикой и особенно смыслом советского для политической жизни сейчас. Книга оказалась трудоватой. Она усложнила жизнь, усложнила задачу, нежели упростила. Все эти двойственности и неопределенности, с одной стороны, являются собой, конечно же, многогранность и богатство этого вопроса. То есть, этот вопрос можно копать и копать и все время находить что-то новое. и понять новое, какие-то новые мысли находить. И во всех этих трех подтемах это выявлено очень ярко в разных главах от каждого автора. Но с другой же стороны, опять же, с политической стороны, это неизбежная неопределенность, мне кажется, объясняет ту некую фрустрацию или по-английски можно anxiety или perplexity в постсоветских странах. То есть, неспособность решительно принять советское как-либо свое, полностью легитимное и, если не гордое, прошлое, либо же отречься от него как от аберрации в национальной истории, от чего-то печального, негативного и на нас взваленного каким-то внешней силой. И вот эта неопределенность подталкивает к вопросу, что такое постсоветское. То есть, советское мы еще не задали, но живем-то уже в постсоветском. Что такое постсоветское? На мой взгляд, я думал, постсоветское – это должно быть некое состояние. Не суть, не конкретная мысль какая-то, а именно состояние, condition. И постсоветское понимание, понимаемое как состояние, характеризует свою очередь деятельность постсоветского человека. Ну, деятельность, имеется в виду жизнедеятельность. Как мы ведем себя, как мы для себя делаем смысл, как мы интерпретируем все, что происходит вокруг нас, и как мы действуем в этой гуще жизни. В каком-то смысле творческая актуализация настоящего постсоветского человека. То, что делает эта книга, она наполняет критическим смыслом, очень многогранным смыслом понятия советского, и тем самым усложняет понятие о постсоветском. После прочтения этой книги я, например, не могу уже просто так считать, что постсоветское – это о каком-то состоянии. Оно все-таки имеет более конкретные смыслы, более конкретное содержание. Теперь уже и постсоветское должно быть наполнено каким-то более конкретным смыслом. И как только я понимаю это, возникает следующий вопрос, что если постсоветское в моем изначальном понимании предопределяло жизнедеятельность, актуализацию себя, самоактуализацию постсоветского человека, это то, какие конкретные мысли, какие конкретные понятия ведут его жизнь. То есть, советское актуализирует… Вопрос возникает, как советское актуализирует наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok